Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Предлагаю сегодня поговорить о Person 4 Golden, разобрать её сюжет, общий мотив, где в Person 4 прослеживается киберпанк, какую тайну на самом деле скрывает бархатная комната и многое-многое другое. Запасайтесь едой и напитками и не переключайтесь. Первое же место в котором мы оказываемся это бархатная комната, которая в этой части выглядит как лимузин. Бархатная комната это стандартный элемент встречающийся в любой части. Это место существующее между сном и явью, разумом и действительным и только те кто связаны контрактом могут туда войти. А предлагает и заключает эти контракты потустороннее существо, которое выглядит как дед с безумными глазами и представляется нам как Игорь. В оригинальной Person 4 его ассистенткой является женщина по имени Маргарет, а в Person 4 Golden мы до этого момента дойдем чуть позже. Игорь сразу же решает погадать нам на картах Таро, чтобы узнать наше будущее. И предсказания намекают нам на дальнейший сюжет, что наша судьба будет связана с раскрытием некой тайны. Тайны, что таит в себе туман. И одна из этих тайн это неизвестная фигура, которая скрывается в тумане и манит нас к себе. Но вот еще одна тайна. А кого это нас? Пришло время познакомиться с главным героем. А протагонистом нашей истории выступит вот такой вот молодой человек, 16 лет от роду, по имени Юна Руками. На самом деле имя мы можем выбрать ему любое, но я чту каноничные имена. Ю учится в школе и живет в городе с родителями. Но так как родителям пришлось уехать за границу по рабочим делам, причем на довольно-таки длительный срок, то Ю на определенное время, а если конкретно то на год, придется переехать пожить в маленький городок под названием Инаба, где его уже ждут члены семьи Даджима. Да, я вижу в этом Якудзе референс, потому что, ну, вы посмотрите еще на новую внешность Кирию, но это не может быть совпадением. Семейство Даджила состоит из двух человек. Ретара, дядя главного героя, вдовец и детектив. И его 7-летняя дочь Нанака, двоюродная сестра главного героя. А также, случайно обронив бумажку, сталкиваемся с вот этой не очень дружелюбной девочкой и сразу же первое правило персоны. Если у персонажа в диалоге имеется спрайт, это определенно точно важный персонаж для сюжета. Не благодарите, я знаю, без меня это было трудно понять. По дороге домой Даджима заезжает на заправку, где с Ю заводит разговор работник заправки, намекая на то, что им нужны сотрудники и предлагает подумать о возможной подработке, после чего они жмут друг другу руки и на руками становятся не по себе. Даджима сначала предлагает прогуляться, подышать свежим воздухом, после чего мы отправимся домой. Во время ужина и принятия Ю в семью, Даджима отвлекается на звонок с работы, его срочно вызывают. Детектив Даджима будет частенько оставлять своих детей без присмотра в пользу работы. Ну а нам же остается только смотреть прогноз погоды и вечерний выпуск новостей о подозрительных тайных отношениях секретаря городского совета Тарона Матамы, который, вероятно, изменяет своей жене, популярной певице, стиль ведущей. Полностью согласен с Нанака, и так как делать нам больше нечего, ложимся спать, чтобы ночью нам приснилась какая-то херня, с той самой фигурой в тумане, о которой я уже упоминал. Первые дни в старшей школе Есагами проходят в целом неплохо. Классный руководитель мудак, собственно, так его и называют студенты, король мудаков. Он руками в школе в целом неплохая репутация, им интересуется, потому что, ну, городской же. И у нас сразу же появляется первая компашка. Йоски Ханамура, такой же городской парень, как и Ю. Приехал с родителями-бизнесменами, что держит сеть магазинов Джунесс, который очень любит Нанака. Ведь каждый день прекрасен, если ты в Джунесс. Сам Йоски там подрабатывает помощником менеджера. В целом нормальный парень, но вот на велике ему бы стоило научиться кататься. Чия Сатанака. Кунфу-муви-энджуэр. Бой-баба, чистая селянка и сильная и независимая женщина, почему-то дико напоминающая мне Эпплджек. Я один такой или да? Позитивная и жизнерадостная, прямо как и не подающая по началу такого вида, её лучшая подруга. Юкика Амаги. Дочь семейства, что держит гостиницу в традиционном японском стиле. Собственно, она же, не по своему желанию, будущий менеджер этого заведения. Первая красавица школы или, типа того, няша-стесняша. В первый же день студентов после уроков задерживают в школе, ибо по городу разъезжает полиция и оцепляет некоторые территории, связанные с инцидентом. Но вскоре всех отпускают и инструктируют направляться прямо домой. И Ю отправляется домой в компании женщин. К Юкика у школьных ворот подкатит какой-то сталкер, типа вообще из другой школы, и она его, ну, просто отошьёт. Ю Чи и Юкика прогуливаются вместе, общаются и случайно приходят к оцеплённой территории, где был обнаружен труп, свисающий с телевизионных антенн. Но на месте уже работает детектив Даджимы и разворачивает наших ребят в сторону их жилищ. Сейчас будет чутка много инфы за раз. Найденный труп принадлежал телеведущей Майюме Ямана, той самой, которой подкатывал свои шары на матами в выпуске новостей. А ещё незадолго до этого Ямана останавливалась в семейной гостинице Амаги. Труп обнаружила девочка по имени Саки Каниши. Это девочка, в которую втрескался Йоски, к слову. Сама же она об этом знает, и в целом отвечает ему теплом и добротой. Параллельно в школе гуляет старая городская легенда о полуночном телеканале. Если посмотреть выключенный телевизор в туманную полночь, на экране появится изображение человека, что будет твоей родственной душой и второй половинкой, и жить вы будете долго и счастливо. Собственно, Ю и все его друзья это пробуют, и видят в телеке размытый силуэт, который на самом деле принадлежит той самой Саки Каниши. При этом на руками начинает слышать голоса в голове, которые твердят ему, что я это ты, а ты это я. После чего обнаруживает, что может просунуть руку сквозь экран телевизора. На следующий день мы сообщаем об этом Йоске и Чие, и демонстрируем эту способность в отделе электроники Джунесс, где есть широкоформатная плазма, куда можно пролезть полностью. По ту сторону экрана находится полностью покрытое туманом место, похожее на студию, исследуя которую ребята находят комнату с кучей разорванных портретов, почему-то Мисузу Хираги. Поняв, что это тупик, Йоске чуть не обоссался, и вернувшись назад, ребята встретили вот это уёбище. Леди и джентльмены, перед вами наглядный гайд, как сделать одного из самых уебанских раздражающих персонажей, заслуживающих расправы, пыток, а также... Медведь Тедди, то есть кума, то есть медведь-медведь. Сраный, бесполезный нытик, который сразу же жалуется на то, что кто-то забрасывает людей в теле мир, пока он хочет просто спокойно ужаться в углу и плакать, молясь, что его не найдут тени. И в том, кто именно забрасывает людей, он подозревает нас, а затем спавнит телевизор и выталкивает нас обратно. Херня странная, но Йоске решает, что надо бы подготовиться заранее и отправиться туда на следующий день. Правда, дела сразу же становятся хуже, когда джимы спрашивают нас, знаем ли мы, кто такая Саки Каниши. Ведь она пропала без вести. А на следующий день она... Для Йоске это серьёзный триггер, и действовать нужно как можно скорее. Но для начала герои на основе инцидентов с Саки и телеведущей предполагают, что после того, как люди появляются на полуночном канале, они умирают. Но, вероятно, если проникнуть внутрь телевизора и найти их раньше времени, то, возможно, удастся их спасти. Так думает Йоске, вооружается клюшкой, спасательной верёвкой, и мы с ним вместе прыгаем в телевизор. Где нас снова встречает Тедди, снова обвиняет нас в том, что мы кидаем людей в телевизор, хотя мы объясняем ему, что пришли в этом разобраться сами. Тедди, конечно, будет стараться нам помогать, и первое, что он делает, это даёт Ю и Йоске очки, которые позволяют видеть сквозь туман. Да, я сам поначалу думал, что туман — это техническое ограничение, но на самом деле это просто артистик чойс. Хотя и технического тумана дальше тоже будет достаточно. Также Тедди помогает нам найти Саки, а точнее алкомаркет, который держит её семья. По какой-то причине торговая улица сына бы перенеслась сюда. Из самого магазинчика вылезают тени, которые сразу же нападают на главного героя. Но Ю парень мощный, он вновь услышал голоса в своей голове и возвал свою персону — Идзанаги. Собственно, здесь и проходит наш самый первый как нехуй делать бой, и мы заходим в магазин. Внутри самого алкомаркета мы слышим голос отца Саки, который орёт на неё из-за того, что она подрабатывает в Джунессе. Хотя, учитывая семейные традиции, она должна была работать здесь. А далее мы слышим мысли самой Саки по поводу Йоски. И... она его ненавидела. Она относилась к нему хорошо просто потому, что он сын менеджера Джунесса, где она и работала. Хотя она ненавидит и сам Джунесс. Потому что Джунесс — это огромная торговая сеть, которая одним своим существованием сносит все малые, традиционные бизнесы и набы, которые строились поколениями. Монополизация и влияние корпоратов. Чем вам не киберпанк, как говорится? Йоски в это всё, конечно, не верит и громко возмущается, как вдруг... Появляется второй Йоски, а точнее его тень. Его злая копия, его злой двойник, все самые хуёвые качества, которые у него есть — вот это вот он. И конкретно плохие черты Йоски, как в общем-то и у большинства, если говорить грубо, заключаются в эгоизме. Что в глубине своей души Йоски пришёл сюда не потому, что его волновала судьба Саки, а потому что ему просто было интересно, ему хотелось приключений, ему хотелось быть героем. А смерть Сенпая просто стала удобным поводом, на который ему по факту насрать. Настоящий Йоски не может принять эти аргументы и вовсю кричить, что «ты — моя тень, это не я». И только отвергнув свои плохие стороны, они превращаются в самостоятельное существо. Настоящую тень и настоящее отражение души Йоски, которая выглядит как какой-то лягуха-богомол. Собственно, это первый, так сказать, обучающий босс, которого мы побеждаем, после чего Йоски всё осознаёт. Он принимает свою тёмную сторону. Он принимает то, что у людей есть плохие качества, и у него они тоже есть. И осознав это, его тень становится его персоной. Ю и Йоски возвращаются из Телемира, и Чи немножечко злая, потому что она очень испугалась. Собственно, ничего нам больше не остаётся, кроме как отправиться домой и по пути встретить Юкика, и душевно посидеть, поговорить с ней. Она расскажет о том, какая Чи вообще замечательная, о том, как она её поддерживает, и... В принципе, всё, пошли домой. И дома по телеку, в выпуске новостей про гостиницу Амаги, где останавливалась ведущая, которую убили, мы снова увидим Юкика. А также сегодняшний силуэт на полуночном канале, это силуэт Юкика. Сори за спойлер, но это она. Итак, подытожим часть сюжета и слова персонажей, которые я не успел озвучить. Существует кто-то, кто так же, как и на руками с Ханамурой, умеет взаимодействовать с Телемиром и пользуется этими силами для совершения убийств. Перед тем, как пропасть, жертва появляется на полуночном канале. Майюми Ямана умерла после того, как появилась на полуночном канале, и Сакиканиши умерла тоже после этого. Значит, велика вероятность того, что следующей будет Юкика. Причём она уже довольно давно не появлялась в школе, сначала по причине работы, а затем и просто пропала. Йоски после всего, что произошло, переполнен энтузиазмом раскрыть это дело до конца, и предлагает держаться вместе с этих пор. Ну и к тому же, чём они друзья, что ли? Конечно, друзья, говорим мы и разблокируем для прокачки Аркану Мага. Ночью по телеку Юкика конкретно так поприкалывается по поводу нахождения принца Чарминга. Ну и на следующий день, в выходной, Йоски предлагает встретиться в Джунессе. Как бы клюшками драться не вариант, хотя другой эксклюзив PlayStation бы поспорил, поэтому Йоски покопался дома и нашёл настоящее холодное оружие, которым он начал размахивать в общественном месте, мол, смотри какой я крутой, и их с Ю вдвоём повязали и повели в участок. И уже в участке Даджима такой, вы долбоёбы или да? Оружие я у вас конфискую, пиздуйте домой, чтобы глаза мои вас больше не видели. И здесь же мы лично знакомимся с лучшей девочкой этого аниме. Молодой детектив, помощник Даджимы Тору Адачи, который из-за своего подвешенного языка сразу же делится с нами теориями, которыми я уже делился с вами ранее, и подтверждает, что Амаги действительно пропала. Поэтому моментально возобновляем наш арсенал в магазинчике Дайдары и отправляемся в телемир, где Тедди уже ждёт нас. Он показывает замок, который мы видели на полуночном канале, там находится Юкика, и Чи побежала туда сломя голову в кромешный туман, потому что у неё нет очков. И надо бы догнать её, пока с ней ничего не случилось. Добро пожаловать в первый данж. Ничем от других данжен отличаться не будет, поэтому закроем эту тему сразу. Данжи в Персоне 4 это однообразные процедурно генерируемые комнаты с коридорами. Причём каждый раз, перезаходя на один и тот же этаж, генерация будет обновляться. Максимум контента, который здесь можно встретить, это сундуки. А максимум головоломок это вот этот коридор телепортирует тебя на начало, разберись в какую сторону идти. Ну, либо выбей с мини-босса ключ и открой дверь, которая тебе нужна. Данжи состоят в среднем из 10 этажей с чекпоинтом посередине. На этажах будут ходить тени, которых можно ударить первыми и получить преимущество хода, либо они вас ударят первыми и они получат преимущество хода. Ну и вкратце про боевую систему. Она работает по принципу двух противоположных стихий. В игре присутствует 6 основных стихий, и вот такими парами они бьют друг друга. То есть электричество будет хорошо заходить против ветра, точно так же, как и ветер будет заходить хорошо против электричества. Также понять специфику скилла можно по его названию. Например, электрической дубинке, наносящей лёгкий урон, мы можем добавить ей приставку МА, что можно трактовать как массовый. И теперь скилл Мазио — это лёгкий электрический урон по всем противникам. А чтобы понять, насколько эффективным будет скилл, то достаточно посмотреть на суффикс. На электрическом это суффикс NGA, что даст нам средний урон, и суффикс DIN, как у большинства стихий, который означает сильный урон. Ну и для вас я тут сделал небольшую табличку со скиллами. Запоминать это для того, чтобы играть, конечно же, не надо. Это так просто, к слову, чтобы вы поняли примерный принцип того, как работают названия скиллов. Короче, и так на большой ролик растягиваю хронометраж. А также после удачной битвы есть шанс попасть на раздачу карт. После шафла мы можем забрать себе определённое количество карт на выбор. Через какие-то карты мы будем получать новые персоны, через другие мы будем получать бафы, которые будут действовать на этом этаже. В общем, абсолютно разные эффекты. Догнав Чи, она с ребятами слышит голос разума Юкика. В глубине души Юкика сравнивает себя с Чией не в свою пользу, считая себя на фоне своей подруги ненужной. А также Юкика считает, что она не заслуживает той заботы от Чией, которую она получает. И здесь появляется тень Чией, которая на самом деле наслаждается тем, что она лучше, чем Юкика. А точнее, она дружит с Юкикой только из-за того, что на её фоне Чией может выглядеть лучше. Ну и, конечно, настоящая Чия такая... You're not me! А тень такая бульк, а мы тень такую бум. И персона Чией такая брат, братан, сестра, я ты, ты, я. Ну и Чией надо бы отдохнуть, поэтому мы возьмём небольшой перерывчик от данжи, и на следующий день придём и отпиздим Юкика. В тёмных глубинах своей души Юкика ненавидит ту дыру, в которой она живёт, и хочет оттуда свалить. А точнее, она хочет, чтобы прекрасный принц забрал её с собой, ухаживал за ней, оберегал везде и прочее. И этим прекрасным принцем, по мнению Юкика, является Чия Сатанака. Ну или она должна была быть её принцем, но она не смогла её вытащить из Инабы, она оказалась бесполезна. Поэтому теневая Юкика будет и дальше сидеть на жопе ровно и ждать, когда же настоящий прекрасный принц заберёт её из Инабы, но настоящая Юкика такая, ты тень, ты не я, а дальше вы уже, в принципе, знаете. Потом Юкика, конечно же, принимает свою тень как часть себя, и в итоге её тень становится её персоной. Ну а на вопросы, как она вообще оказалась в телевизионном мире и кто её закинул, она ответила, что, а нихрена уже, в общем-то, и не помнит. Помнит только то, что кто-то позвал её, а дальше всё как в тумане. В любом случае, мы успешно закрыли первый данж, и Юкика сейчас необходим отдых. А вечером Даджима приходит домой вместе с Адачей, которая рассказывает то, что Юкика нашлась, но дело ещё не закрыто. В общем, пока Юкика восстанавливается, у нас есть несколько свободных дней, в течение которых мы можем поговорить о том, «Чё вообще за персоны, чё вообще за тени и что происходит?» Терминология в играх серии «Персона» опирается на аналитическую психологию Карла Густафа Юнга, в большей степени на её часть, связанную с коллективным бессознательным. Именно коллективным бессознательным по своей сути являются Метавёрс в пятёрке, Телемир в четвёрке или же 25-й час с Тартаром в тройке. Именно здесь главную роль играют архетипы. Четверица архетипов, включающих в себя аниму и анимус, как более феминную и маскулинную части личности соответственно, самость, что объединяет части сознательного и бессознательного, и наши знакомые понятия, о которых в общем-то в игре и речь. Персоны и тени. Персона — это социальный конструкт, маска, с которой мы появляемся в обществе. Вы же знаете вот эту херню про то, что людям свойственно менять своё поведение в зависимости от среды и окружения, в котором они находятся? Вот это как раз оно. Маска — это функциональный комплекс, возникающий для удовлетворения потребности в адаптации или для обеспечения некоторых других удобств, но отнюдь не идентичной личности как таковой. В игре же персона буквально является отражением нашего внутреннего я, силы нашего духа или даже эго. А то, что этими самыми духами являются древние боги, мифологические персонажи или даже одушевлённые философские концепции, как мне кажется, больше подчёркивает фактор архетипичности такого изображения данного конструкта. Хотя и сам выбор архетипов расходится с концепцией Юнга и других психологов, что писали свои работы на его основе. Самым близким к игре является индикатор Пирсона Мара, который буквально представляет путь героя, практически тот же, что мы знаем по Мономифу. Но Атлус решили сделать ход конём и присвоить архетипы по старшим картам Тара. Сложно сказать, почему было решено сделать именно так. Вероятно, потому что символизм это круто, и потому что Тара многим знакома, и да и так действительно это проще понять. Да и многие архетипы Тара так или иначе совпадают с классами архетипа героя. Тенью же является... так же наше внутреннее я, но такое, которое мы не хотели бы выносить на публику, скажем так. Фигура тени персонифицирует собой всё, что субъект не признаёт в себе, и что всё-таки напрямую или же косвенно снова и снова всплывают в его сознании. Например, ущербные черты его характера или прочие неприемлемые тенденции. Тень олицетворяет всё то, что человек отказывается признать о себе. У героев, встретившихся лицом к лицу со своей собственной тенью, именно это и происходит. Изначально её непринятие, а в дальнейшем осознание как части себя, что приводит к процессу индивидуации, к естественному развитию, предполагающему самостановление человека. Конечно, в реальности, ну или на бумаге у Юнга это работает немножечко по-другому, и тень не становится конкретной персоной, как это показано в игре. У Юнга процесс слияния тени в конечном итоге переходит в ненадёжное единство, что, как я подразумеваю, немножечко другое. И да, игра не пересказывает эти концепции строчка в строчку. Она лишь берёт их за основу, а на ней уже пишет свои правила. Как по мне, главное то, чтобы эти правила были логичными и работали. И они в целом работают. Не работает же в Person 4 другое, но это к концепции Юнга никак не относится. Да и затронем мы эту тему чуть позже. Что ж, вот сколько времени я потратил на один лишь пролог. Вы представляете вообще, что будет дальше? На самом деле, дальше сюжетные арки, в принципе, идут по формуле, поэтому, скорее всего, рассказ будет идти очень быстро. Ну а учитывая то, что я потратил около 20 минут на то, чтобы только объяснить весь положняк, то далее, при рассказе сюжета, некоторые детали можно будет опускать. Надеюсь, сильно против вы не будете. Итак, что у нас дальше? Юкика успешно восстановилась, к нам приходит Адача, и говорит, что мы должны будем посидеть с Нанако, потому что Даджима опять задерживается на работе. Ну и снова услышим теорию о том, что Саки пытались убить, потому что она слишком много знала. А также Тедди сделает очки для Юкика, от которых она немножечко порофлит. Неважно. Очередной репортаж из новостей в этот раз посвящен байкерам, которые крышуют Инабу и порядком уже всех задолбали. И голос Троя Бейкера, принадлежащий мелкому хулигану, оказывается знаком Даджиме, но, естественно, это Штрой Бейкер. Не зря же я Ласта Фас вспомнил, не удивлюсь, если Лора Бейли здесь кого-нибудь озвучивает. Да ну тебя нахер. Зовут этого пацана Канжи Тацуми, его мать владеет небольшим магазинчиком текстиля на центральной улице, а также в честь его фамилии назвали целый остров или город в Персоне 3. Или в его ли честь? А интересен нам Канжи становится тогда, когда его силуэт появился на полуночном канале, и вот тут-то надо бы его найти и предупредить ему о том, что скоро ему, возможно, будет пиздец. Проблема лишь в том, что в общем Канжи умеет разговаривать только кулаками. Хотя и тут он обсуждает что-то странное с вот этим вот молодым парнем, после чего, спалив нашу следовательскую команду, сразу же побежал им надавать поебалом. А причиной, почему он или его семья могут быть целями убийцы, потому что они знали телеведущую. И да, пока что мы придерживаемся теории того, что все последующие убийства связаны как-то с первым. Попытки достучаться до него были разные, но он слишком сильно триггерится на слово «странный». Ведь когда ребята спрашивают его, не происходило ли с ним что-нибудь странное, он почему-то принимает это слишком близко к сердцу и считает, что его называют странным. И, возможно, он действительно странный, потому что вы вообще видели, что с ним происходит на полуночном канале во вторую ночь? Пора отправляться искать его. В этот раз Тедди уже не может помочь нам найти его местоположение, потому что, а кто такой этот ваш Канжи? Вот дайте мне больше информации, что это за человек. Сраный ты бед, бесполезная мохнатая тварь! Ну, казалось бы, скажи, что это просто такой белобрысый, гоповатый бугай из банды байкеров. Принимает там всякую херню близко к сердцу, но нет, этой информации не подходит. Поэтому надо отправиться в город и поспрашивать людей о том, кто вообще такой Канжи. И мне этот эпизод, если честно, не очень нравится, потому что вот эта вот херня о том, что Тедди нужно прям конкретно знать человека, чтобы унюхать его след, это... ну, типа, натянуто очень. И, типа, информацию надо реально спрашивать у каких-то рандомных людей, потому что даже его собственная мать нам не даёт эту информацию. Понять её как бы можно, чё-то она каким-то пацанам о своём сыне будет говорить, но они вообще-то пытаются помочь тебе его найти. И в конце концов, его нам помогает найти этот самый... эхм... пацан в кепке. Который указывает на то, что после разговора с Канжи ему показалось то, что у него как будто есть какие-то комплексы. И, в принципе, этой информации нам достаточно. Тедди на основе информации о комплексе Канжи берёт и отводит нас в огромную мужскую баню, где спустя десяток этажей в мире истинных мужчин нам предстоит увидеть тень Канжи. Его протест внутри себя и его проблемы можно объяснить одним простым современным словом. Инсел. Но этот инселизм пошёл немножечко в другую сторону, и вместо того, чтобы думать, что все женщины ему должны, он стал неопределённой сексуальной ориентацией. И эта тема, на самом деле, всё ещё будет преследовать его всю игру, потому что с мужиками ему максимально комфортно. Наверное, кстати, именно из-за этого он с этим... эхм... пацаном... эээ... так спокойно общается. Но что тень Канжи, что сам Канжи реально странные ребята. Ибо даже после победы над Теневым Канжи он проснулся и собрался ещё раз сражаться, но на этот раз уже настоящий Канжи въебал ему посильнее и принял его как свою персону. Ну а после спасения и своего успешного восстановления, Канжи, конечно же, благодарит Ю и компанию. И, кстати, да, Канжи просто появлялся на телевизоре во время интервью, ему уже задавали какие-то вопросы, и он что-то отвечал, прямо как Юкика и прямо как все остальные, кто появлялись на телеке и после этого пропадали. Отмечаем и записываем. Ну и Тедди также делает пару очков для Канжи, но на самом деле это был пранк! Йоу, тебя пранканули! И да, посчитайте, пожалуйста, сколько раз я за этот раздел произнёс имя Канжи. Нашей следующей целью будет... Но сначала Ю и Йоски получат лицензии на скутер и неудачно попытаются вместе с Канжи пикапнуть гёрлочек и сгоняются своими гёрлочками на природу. А потом в Энабе появляется сама Ризетте. Это, если что, та самая девочка с рекламой содовой буквально в самом начале игры после бархатной ко... Как это я не показал? А почему? В общем-то, поп-айдл Ризетте, или же Риза Куджикава, приняла волевое решение в своей карьере, сказав, что «Я устала, я ухожу», и вернулась в родной город, чтобы работать у своей бабушки в забегаловке по продаже тофу. И Наба городок небольшой, и все-всех знают, поэтому новость о приезде Ризы разлетелась всюду. Причём даже полиции пришлось обеспечивать безопасность вокруг забегаловки, а конкретно о даче, который встал на место регулировщика, потому что в полицейском штабе Набы мало людей. В общем-то, банда в составе Ю, Йоски и Канжи посетили забегаловку, чтобы познакомиться с селебой, отчего Йоски как большому фанату немного не по себе, но им было важно предупредить Риза о полуночном канале, о котором она, кстати, немножечко знает, и на котором её показывали, но она думает, что это была не она, потому что она, мол, так не снималась ни разу. Но ребята всё равно предупредили её об инциденте, о том, что в Иннабе похищают людей, и, вероятно, как раз-таки тех, кто появляется на этом полуночном канале, и сказали ей быть осторожной. Затем силуэт Ризы снова появился на полуночном канале, и в этот раз ребята уже решили сконцентрировать все свои силы на то, чтобы следить за магазинчиком и выслеживать подозрительных людей, которые могут как раз-таки оказаться убийцами. А дача, кстати, пошёл им на помощь, и вместе они все обнаружили вот этого вот папарацци, которого они сразу же поймали в подозрении об этих самых похищениях и убийствах, но, как оказалось, пока они его ловили, Риза уже успела пропасть. В эту же ночь Ризета уже снова появляется на полуночном канале в более откровенном виде, без одежды в стрип-клубе. Руки на стол, ей 16. И, конечно же, Риза нам придётся искать так же, как и Канжи, сначала спрашивая у горожан информацию о ней. И вот тут хочу заметить. А кто, блядь, собственно, не знает, кто такая Риза Куджикава в пределах Иннабы? Да все знают. И, казалось бы, информацию о ней можно спросить у кого угодно, но нам нужен конкретный папарацци. Риза, опять информацию о пропавшем человеке не может дать даже родная бабушка этого человека, буквально говоря, что лу-папарацци точно знают о моей внучке больше, чем я. Короче, бред полный. В общем-то, находим её стрип-клуб в телемире и спасаем её. Ну, а точнее, финальный удар решает нанести Тедди своими силами и теряет свою физическую форму и способность сделать вообще хоть что-либо. Должен, кстати, заметить, что Риза довольно ответственно отнеслась ко всему, что происходит. Её персона Химена не боевая, и в данжах она будет местной футабой. Чисто подсказывать, куда идти и что делать. Да и в целом, Риза сама по себе очень приятная и милая девочка, до тех пор, пока она не начинает разговаривать. Как же меня бесят её подкаты в сторону Юи, вот эта вот ревность из ниоткуда и этот айдоловский характер. Она, конечно, не хуже, чем Тедди, но... А, кстати, Тедди тоже увидел свою тень, и мы тоже её победили, потому что, ну, теперь Тедди будет с нами боевым товарищем и должен признать, что по обилкам его Кентоке Доджи весьма себе неплохая персона. И вроде даже он сам становится более хорошим персонажем, но... Он выходит на поверхность, становится человеком и начинает вести себя ещё более по-ублюдски. Банда всё ещё не приблизилась к убийце напрямую, но тем не менее они смогли предотвратить уже три убийства, и всё это благодаря полуночному каналу. Но вот предотвратить смерть своего классного руководителя, Короля Мудака или Мистера Морооки у ребят уже не вышло. Всё потому, что он не появлялся на полуночном канале. Дело начинает пахнуть писюнами, и, казалось бы, расследование зашло в тупик. Но тут приходит этот самый пацан, который представляется, кстати, героем как Наото Широгана, и, будучи молодым детективом, для которого все эти расследования не просто игра, а настоящее дело, он советует Ю и всем его друзьям сидеть тихо и не высовываться. Вообще постараться не прикасаться к этому делу, если они не хотят пострадать. Затем на полуночном канале появляется неизвестный человек, который как будто бы обращается напрямую к Ю и просит его поймать его. Если тот сможет. Дальнейшее небольшое расследование по поводу того, кто это был, дало свои результаты и навело команду на парня по имени Митсуо Куба. Да, это тот самый пацан из начала игры, который подкатывал к Юкика. Нарыв о нём побольше информации, хоть здесь допрос горожан имеет смысл. Ребята пришли к выводу, что он действительно убийца, и он сбежал в телевизионный мир, чтобы полицейские не смогли его найти. Да и в принципе, как бы в телевизионный мир никто не поверит, и это самый чистый вариант совершать свои преступления. Его данж, это буквально данж из старой РПГ, бегая по которому, можно даже слышать, как сам Куба сражается против монстров. Найдя его и одолев его тень, вытаскиваем Куба из телевизионного мира, который, к слову, отказался принимать свою теневую сторону как часть себя, и уже в реальном мире он признаётся в том, что он действительно убийца, а ещё, судя по его поведению, он немного поехавший. Ну, как бы дальше с ним разберётся полиция, а наша миссия уже выполнена. После летних каникул, во время которых все друзья Ю и Нанака потусят вместе на летнем фестивале, а также сгоняют на пляжный эпизод, начинается новый учебный год. В школе Ясагами теперь учатся Риза и Наото, оба причём в первом классе. Наото не стал уезжать домой после того, как дело об убийце было закрыто, и это отличный шанс, чтобы сблизиться с ним, тем более даже Даджима порекомендовал нам подружиться с Наото, полезно будет. Кстати, после смерти Мараоки наш новый классный руководитель — это вот эта училка из порнухи. И на вторую неделю мы уже собираемся со всеми первыми и вторыми классами в школьную поездку на Татсуми Порт-Айленд. Да, это город из Персоны 3, да, мы побываем даже в старшей школе Гека Укан, да, это фан-сервис. Герои также потусят в клубешнике, где напьются безалкогольными напитками, поиграют в кринжовые пати-игры, а Юкика проболтает Наото о полуночном канале и о том, как они умеют заходить в телевизор. Но так как Юки сделал это в пьяном угаре, то её всерьёз не воспринимают. Ну а по возвращению домой Наото появился на полуночном канале и уже позже пропал. Ну, как бы пропал товарищ, надо бы сразу прыгать в телевизор и искать его, но ни Тедди, ни Риза не могут выйти на его след, ведь им нужно побольше информации, и нам надо собрать её у горожан. Ладно, я ещё могу понять эту хуйню с Канжи и чуть больше могу понять её с Ризой, типа, окей, вы перед поиском с этими ребятами толком были незнакомы, поэтому инфа была нужна. Но с Наото вы общаетесь уже больше месяца точно. Неужто вы действительно не знаете, что это за человек? Ну, допустим, да, ввиду дальнейшего твиста вы Наото вообще не знали. Но не настолько же. Да и смысл допрашивать горожан про Наото, если он даже не местный. Про него как будто в инаби знает хоть кто-то, кроме Адачи. И тот даже не имеет особого права распинаться о нём. Да и вообще, Тедди, сука. Ты живёшь в телемире, хуй знает сколько времени, и знаешь, как он обычно ощущается, и пусть твой нос отслеживает хуже, но неужели так сложно было, что тогда, что сейчас просто отследить посторонний запах, которого раньше не было, и, возможно, именно это и будет ваша цель. Как и Риза, как она вообще проводит поиск? Неужели она просто не может выставить фильтры на людей? Особенно на Наото конкретно. Я просто ненавижу вот этих двоих и эти эпизоды конкретно. Два бесполезных хуесоса, один из которых бесит всю игру, а другая кринжовый поп-айдл, который прилизывается к сенпаю и ревнует его каждый раз при том, что у него уже есть девушка, и в моём случае это был роман с Юкика. А, простите, бомбит. Я говорил, что я разнесу эту игру? Вот, пожалуйста, блять, лучшая часть серии говорили они. Короче, комплекс Наото в том, что его воспринимают несерьёзно, как ребёнка, его данжится советская лаборатория, а его тень хочет перенести Наото строгизацию, а точнее смену пола на мужской. Да, никто из героев до сих пор так и не понял, что Наото на самом деле девушка, которая скрывала это, чтобы к ней относились чутка посерьёзнее в полицейском участке. И да, я тоже поддерживал иллюзию, описывая Наото мужскими местоимениями, хотя на самом деле тут и так всё понятно, так что мои старания были бессмысленны. Но во всей этой ситуации есть и положительный момент, ведь Наото немножечко подготовилась к своему похищению и таки успела увидеть, что её похитили и куда её несли. Осталось лишь его каким-то образом вычислить, а Наото тем временем присоединяется к пати. В октябре ребята чилят, занимаются школьными активностями и пытаются помочь Тедди выяснить, кто он такой. А в школу Нанока приходят репортеры и даже берут у неё интервью. Нежданчик же наступает в конце октября, когда Ю лично приходит письмо от неизвестного отправителя. В нём написано «Не спасай». Обсудив это с командой, они решают, что, во-первых, это страшно, во-вторых, это точно не должно попасть в руки полиции и Даджиме особенно. И уже в начале ноября на полуночном канале снова появляется силуэт, но на этот раз вообще сложно сказать, кто это. На следующий же день Ю снова приходит письмо от неизвестного отправителя, но его на этот раз уже видит Даджима. И его эта новость вообще не устраивает, потому что теперь он не может доверять своему собственному племяннику. Ведь Ю предположительно может быть связан с убийцей. Ретара отводит на руками в полицейский участок на допрос, и во время этого допроса позвонит Наото и сообщит о том, что Нанака пропала. И ведь именно Нанака недавно показывали по телевизору, и именно её силуэт был на полуночном канале. Как позже окажется, она открыла дверь незнакомцу, который сразу же засунул её в мешок и бросил в свой грузовик. Вообще, Нанака девочка умная, и кому попало, дверь она открывать не будет, поэтому, скорее всего, этим незнакомцем был какой-нибудь курьер. И, судя по одному из личных дел в полицейском участке, один из курьеров — это бывший член городского совета. Тара Наматами. Именно он оказывается убийцей. После смерти своей жены он ушёл из совета и стал работать курьером. И именно под прикрытием курьера он похищал людей. Всех, кто появлялись в новостях. И Нанака как раз недавно появлялась. Даджима отправился в погоню за Наматами, но оба попали в аварию. Наматами успел скрыться, а команда расследований отправляется в телемир как можно скорее. Дадж сестрёнки выглядит как рай в представлении детских сказок, и это неспроста. Её подсознательное желание — найти свою погибшую мать и встретиться с ней. Должен сказать, что это очень атмосферный данж с шикарным саундтреком Heaven. И забегая наперёд, его строчки, как мне кажется, намекают на плохие концовки. Ведь весь текст — это аллюзия на жизнь Нанака в окружении Ю и его друзей, и то, как они хорошо проводили время. Я на этих моментах особо не зацикливался при пересказе, ибо хронометраж растянулся бы на гораздо больше. Просто знаете, что Нанака любят все. Что её отец, что Ю, что его друзья, и все всегда рады её компании. А строчка, пробираясь сквозь любимый мотив, проигрывающийся весь день, когда мои глаза закрыты, по официальной трактовке отсылает на джингл Джунеса, который Нанака очень любит напевать. Но, как мне кажется, это также намекает и на плохую концовку, где этим самым мотивом, который она слушает с закрытыми глазами, является звук кардиомонитора. Собственно, находим Нанака и спасаем её от тени Наматами, которым на самом деле овладел один из японских богов земного тумана — Кунино Сагири. И его цели заключаются в том, что он хотел спасти людей при помощи полуночного канала, о чём он долгое время уже бредит. И Наматами спасал, не осознавая, что на самом деле он делает только хуже, и из-за него люди умирали. О чём он сам позже и расскажет. Стоит лишь подобрать правильные слова на допросе, но это уже будет в больнице, куда после данжа попадают и Нанака, которой сложно переносить другой мир, и Наматами, которому сложно переносить одержимость, и сам Даджима после аварии. Состояние Нанака становится хуже с каждой секундой, врачи не могут ей помочь. Даджима еле-еле оклемался от аварии, но ему всё ещё сложно ходить. А палата Наматами находится под охраной полиции. Но пока охрана отвлеклась, мы можем войти, и вот он, кульминационный момент. Во время допроса Наматами происходит разногласие с нашими друзьями, в результате которых мы можем сделать несколько выборов. Например, мы можем выкинуть Наматами в телевизор, либо же всего лишь пригрозить ему. Или просто выбрать другие неправильные слова при разговоре, которые приведут нас к плохим концовкам. Если мы выкинем Наматами, то Нанака умирает. Если мы не будем этого делать, то Нанака выживет, но при этом будет прикована к своей палате до конца игры. Но в обоих случаях Тедди решит навсегда попрощаться с друзьями и вернуться в Теневой мир. После чего время перематывается до Марта, Ю прощается со всеми и покидает Инабу. Но с товарищами можно договориться, и при правильном выборе игра, понятное дело, продолжается, и Нанака при этом выживает. После смерти Кумена Сагири город покроет вечный туман, который многие жители будут считать даже опасным и токсичным, что на самом деле успело произойти еще в ноябре. Тедди также в любом случае покинет нас на какое-то время, потому что в этот момент он вспомнит, что он всего лишь тень. Но не переживайте, он примет эту горькую правду о себе и вернется в пати, к сожалению. Спустя время мы снова вернемся в госпиталь к Таро Наматаме. И уже будучи в здравом уме, он расскажет подлинную историю о том, как он действительно хотел всех спасти. О том, как он увидел свою любовницу перед тем, как она коллапсировала. И о том, как он увидел Саки по телевизору и также пытался ее предупредить, но она не послушала. И когда Наматаме сам обнаружил пространство внутри телевизора и попросил у богов силу, он подумал, что будет уж лучше похищать людей и засовывать их внутрь телемира, чем дать им умереть просто так. Но он, конечно, не знал, какие опасности таить себе мир по ту сторону экрана. Но кто в таком случае убийца? Если порассуждать, то это должен быть кто-то, кого все знают, кого никто не будет подозревать, и кто при этом может находиться везде и сразу. Тот, кто, возможно, даже может почищать все улики, и тот, кто без лишнего палева сможет подсунуть письмо с угрозой. Тот, кто был всегда рядом с нами. Именно он. Ну а кто это еще мог быть? Бонусом к этому Юкика вспоминает, что именно Адачи сопровождал Маюми Ямана в гостинице Амаги. Все это время Адачи мог без палева совершать преступление, потому что на молодого полицейского никто и не подумает. Именно он знал каждую свою жертву лично. А все те моменты, когда Адачи якобы пробалтывался, были нужны для того, чтобы свести героев с нужного следа. Застав его расплох и раскрыв то, что он оказывается импостер, тот дает драпу, и искать мы его будем уже в телемире. В том самом месте с порванными плакатами певицами Сузу Хираги. Это место, к слову, было сознанием Маюми Ямана после того, как она попала в телевизор. Именно здесь Адачи раскроет, что он действительно причастен к каждому похищенному человеку, и каждому убийству, и даже к подставе Куба. А делал он это все после того, как обнаружил у себя силы затаскивать людей в телемир. И сделал он это из Ямана, потом из Саки, потому что они тупые суки и шлюхи. Хотя, в целом, мотивация Адачи еще проще. Он делал это просто потому, что мог. Вот это все, буквально его слова. Добравшись до Адачи по искаженной Инабе, оказывается, что он тоже, как и Ю, обладает персоной. Более того, это такая же персона Идзанаги. А если точнее, то Магоцу Идзанаги, где слово Магоцу означает бедствие или же пустоту. Сразив его, он заговорит о том, что мы, в принципе, могли бы никуда не лезть и жить себе спокойно и ждать, пока весь мир покроет туман, и все люди коллапснут и станут тенями, что уже не очень похоже на слова Адачи. На самом деле, это слова того, кем он одержим на самом деле. Бога Небесного Тумана Аменоса Гири. Да, это родственничек Кумена Сагири, в отличие от своего брата, ну или сестры, да, я предполагаю, гендер-богов, который представлялся спасителем, Аменоса Гири является исполнителем человеческих желаний. И он искренне верит в то, что покрыть мир туманом и слить людей с тенями это истинное желание человечества. Но как бы, кто его спрашивал и почему он так решил? Смерть богу, короче. Одолев Аменоса Гири, герои поясняют ему, что человечество не ограничивается такими людьми, как Адачи. Есть люди с потенциалом, которые готовы работать, развиваться и идти по своему пути, которые готовы строить свою судьбу сами и не готовы сливаться в общую массу ради ничего. И команда Ю это наглядный на то пример. Что Аменоса Гири, конечно же, принимает, но предупреждает, что продолжит наблюдать за человечеством. Туман рассеивается, Нанака и Даджима идут на поправку, а дача под стражей, герои празднуют Новый Год, тусят вместе, проживают счастливые деньки и в конце марта Ю выпускается из второго класса и, попрощавшись со всеми, уезжает домой. Так, постой, а ты ничего не забыл? Да, я разговариваю с тобой, ты за монитором. Как так ничего не забыл? А как же момент про Спрайт и про второго Резидента? Ты не забыл, что мы вообще-то про Голден говорим? И что всю игру с нами была вот эта девочка? Ну, блин, я же просил тебе напомнить. Знакомьтесь, Мари. Второй Резидент Бархатной Комнаты, ученица Маргарет. Как и любой Резидент, она предоставляет нам определенную геймплейную услугу. Мари отвечает за создание спасательных сигналов. Этака альтернатива знаком призыва из сосаликов. И да, этот сигнал отправляется другому Ю в другой вселенной, и если этот другой Ю ответит, то ты получишь бафы на атаку, защиту, уклонение и немного отрегенишь хп или ману на один бой. Сюжетная ветка Мари, которую мы будем проходить на протяжении игры, заключается в том, что она хочет познать человеческий мир и человеческое сердце. Ради этого мы и будем встречаться с ней, когда у неё есть настроение, и когда на улице хорошая погода, чтобы куда-нибудь сходить и показать ей, как вообще люди живут. Также она будет встречаться не только с Ю, но и вместе со всеми его друзьями. И Ризе это будет очень не нравиться. Тварь, блядь, тебя вообще никто не спрашивал. А ещё Мари признаётся, что она даже не помнит, для чего она вообще хочет познать человечество, да и, собственно, не помнит, кто она вообще. Ну, а ещё она иногда пишет поэмы. Единственное, что у Мари осталось от своего прошлого, это странная бамбуковая формочка, о происхождении которой не могут сказать даже разбирающиеся люди. Ну, а к десятому рангу прокачки отношений с Мари, она осознает то, что, да в общем-то, ей не нужны старые воспоминания о том, кто она. Гораздо важнее создать новые воспоминания. Чем мы и будем с ней заниматься после десятого ранга, но это уже опционально. Ну, а в итоге, после Нового Года, Мари приходит к Ю во сне и прощается с ним, говоря, что не нужно её искать. Но почему? Не объясняет. Искать Мари Ю, естественно, будет, и обращается за помощью к Маргарет, которая обещает выследить её и держать нас в курсе по статусу поиска. И вот в феврале ребята приезжают на ближайшие горы кататься на сноубордах. И во время одного из спусков Ю вместе с, в моём случае это была Юкика, попадают в метель, и, затерявшись, натыкаются на небольшую лачугу, где разводят костёр, общаются, и дело дошло бы до того, что малышам знать нельзя, но их находят остальные, и внезапно в хижине загорается телевизор, куда их всех затягивает. В теле мир всех затянула Маргарет. Место, где они находятся, это так называемый полый лес. Именно сюда, по информации от Маргарет, сбежала Мари, и этот мир полностью зависит от неё. Всё дело в том, что Мари вспомнила, что на самом деле она так называемая Кусуми Ноаками. Этакая сущность, объединяющая в себе силы Кунино и Амену Сагири. Её роль – шпионить за людьми и сообщать Сагири о человеческих желаниях. Но когда она, благодаря Ю, нашла новую цель в создании воспоминаний, Туман овладел ей. В этот момент она и вспомнила своё истинное предназначение, но решила, что жить так не может. В полом лесу она хочет принести себя в жертву, вместе с которой умрёт и она, и сам полый лес. И она уже сделала этот шаг, и если она развернётся, то Туман накроет Инабу, а затем и весь мир, и человечеству конец. Но нашими героями движет слабоумие и отвага, поэтому они пробираются через полый лес, одолевают Кусуми Нооками, вызволяют Мари из полого леса, и он разрушается. Сама же Мари вспоминает то, что она слышала голос, который говорил о том, что людям не нужна правда. Всё, что им нужно, это тихое существование в тумане. Но это всё неправда, потому что ребята потом идут отдыхать в горячие источники, и парням нужно просто поподглядывать за девочками. Поэтому Мари всё наэлектризует и взрывает весь мир. Конец. Ладно, шучу. И вот уже спустя целую арку Голдена. На этот раз весной мы прощаемся со всеми и готовы отправиться домой, но... Как-то странно. Будто бы чего-то или кого-то Ю всё-таки забыл. И если вернуться в Джунес, то начнётся новое расследование, где ребята попытаются понять, а почему, собственно, Адачи и Наматами стали такими? Откуда вообще взялись эти самые Сагири? И почему среди всех пробудивших персону Ю единственный, кто не конфронтовался своей тенью? И в чём вообще смысл всего этого? Прогон событий последнего года в голове приводит Ю на заправку из начала игры, где он встречает того же самого работника, что и в начале игры, и спрашивает его, «Ты чё, охуела?» И вот тут-то личность заправщика раскрывается. Всё это время это и был наш мастер-майн, стоящий за всем сюжетом. Это была богиня Идзанами. Одной из основных божеств японской мифологии, богиня смерти, супруга Идзанаги. Вау. Именно Идзанами путём пожатия руки дала силы использовать персоны и проникать в теле мир. Их получили, соответственно, Адачи, Наматами и сам Ю. Идзанами верила, что именно те, кому она дала эти силы, способны показать ей, что такое настоящее человеческое желание. И полуночный канал был создан именно ей, именно ради этих целей. Именно Идзанами, будучи заправщиком, распространила легенду о полуночном канале. Именно за ней мы следовали во сне в нашу первую ночь. Именно она создала и использовала Амену и Кумена Сагири, что по мифологии, кстати, являются её внуками. И через них она тоже вела наблюдение. И она же контролировала Кусуми Нооками. Именно она подталкивала Ю узнать всю правду. И именно Адачи показал ей, а точнее, показал Амену Сагири, истинное желание людей слиться в тень. Что, конечно же, неправда. И мы вместе с Ю идём доказывать своей бывшей жёнышке обратное. И во время этой неравной битвы, где все наши тиммейты жертвуют собой и погибают один за другим, здесь-то внутреннее Я Юно руками раскрывается на полную. И Дзанаги эволюционирует в Дзанаги Нооками. Из персоны Арканы Шута в персону Арканы Мир, что символизирует конец пути. И с помощью мириады истин он ваншотает свою бывшую, возвращая своих друзей и мир вокруг. Я знаю, что это место. Эта сценария. Продолжение следует... И только после этого, в последний раз прощаемся с друзьями, родными, близкими и покидаем Иннабу. Конец. Летом Ю снова приезжает в Иннабу, где ему устраивают сюрприз. И вы просто посмотрите, как все изменились. Йоски, мальчик мой, Чи, тупо лучшая прическа, Юки, Риза, Наото и... Канжи. И Нанако уже совсем взрослая, они так быстро растут. Ребята. А, кстати, а где Мари? Или, я хотел сказать, Марико Кисуми. Она ведет прогноз погоды или даже контролирует ее и заявляет, что в Иннабе будет солнечно во время приезда особенного человека. На этом приятном воссоединении друзей и заканчивается Persona 4 Golden. Вот теперь конец. Говоря о сюжете и об истинном финале Сыдзанами, трудно не вспомнить оригинальную легенду и то, что по сути Persona 4 это ее довольно вольное не то пересказ, не то продолжение. В целом, я уже ранее говорил, что Persona берет мифологию больше за основу, нежели прямо пересказывает эти истории. Хотя я и не являюсь здесь экспертом и любой хоть сколько-то разбирающийся епановед меня после следующего разнесет в комментариях. Но вот как я все это вижу. По оригинальной легенде изначально были божества Идзанаги и Идзанами. Идзанаги опустил кончик своего копья в море и на том месте возник остров Анагарашима, на который вместе с Идзанами они спустились, вонзили в центре столб и обойдя вокруг него, столкнувшись друг с другом, поженились, но со второй попытки. Жизнь протекала, они создавали новые острова, рождали новых божеств, но однажды Идзанами заболела и удалилась в Йоми, царство мертвых. Муженек пошел за своей женой, хотя та просила привлекающую гноем. Идзанами на это рассердилась и при помощи подручных тварей пыталась убить Идзанаги. Тот предложил после такого расторгнуть брак. Идзанами согласилась, но с условием, что она будет убивать по тысяче людей в день. Бывшим муженек принял эти условия, но добавил, что в таком случае он будет помогать создавать полторы тысячи людей в день. И после возвращения из Йоми Идзанаги совершал многочисленные омовения, тем самым породив еще ряд божеств. И если же провести параллели между Юно руками и Мари с Идзанаги и Идзанами из легенды, то в целом получается довольно похожее переосмысление этой легенды. Вместо привычных нам островов Ю и Мари по сути создают острова воспоминаний. Мари также удаляется, но только не в царство Йоми, а в полый лес и просит Ю не следовать за ней. И также угрожает тем, что если он не уйдет или помешает ей, то полый лес уничтожит его привычный мир. Но в игре вместо конфликта с разводом реинкарнации Идзанаги по факту отправляется Идзанами, чтобы отомстить ей. Но да ладно, сейчас это не имеет особого значения. Сейчас нам больше важен основной посыл. И он, казалось бы, довольно прост. Нужно уметь принимать себя таким, какой ты есть. Верно? Ну, и это тоже. Видите ли, что Ю, что его друзья прошли через этот путь не только потому, что смогли просто принять себя, а во многом и потому, что они строили себе этот путь самостоятельно. Но и у некоторых персонажей конфликт выбора пути даже является основным. Как, например, Юкика, которая хотела изначально уехать из Инаба в большой город, где много возможностей, чтобы беспрепятственно строить свою жизнь и жить, как ей хочется, и идти своим путём, хотя впоследствии она осознала, что её путь лежит там, где есть люди, которые её поддерживают. А это, в её случае, её друзья и семья. В тот же момент у Адачи, например, не было особого пути, и, вероятно, также не было никакой силы воли, из-за чего Идзанами так легко смогла захватить его под контроль. То же самое было и с Наматами, который морально ослаб после расставания со своей женой. То же самое и с Мари, которая потеряла память и, как следствие, свою собственную волю. И этот посыл о том, чтобы иметь свою собственную волю, строить свой путь и следовать ему по жизни, герои проговаривают о Мена Сагире и Идзанами, которая после поражения отпускает их и признаёт, что человечество само выберет себе путь и не станет в это вмешиваться. Хотя лично я вижу этот посыл ещё глубже. И всё благодаря бархатной комнате слэш-лимузину. Я абсолютно сознательно весь ролик старался описывать действия главного героя, называя его по имени и от третьего лица, не говоря при этом, что мы сделали. Примерно в начале декабря есть сцена в лимузине, где сидят все резиденты бархатной комнаты и подытоживают тот путь, что прошёл Ю. Вспоминают всех тех, с кем мы успели подружиться, и в один момент лимузин останавливается. И Маргарет уточняет то, что мы припарковались ненадолго, до тех пор, пока я не уточню дальнейшее направление. И честно, в этот момент у меня внутри что-то ёкнуло. Я на секунду задумался о том, что произошло на самом деле. Очевидно, что здесь движущийся лимузин сквозь туман олицетворяет дорогу жизни или даже дорогу судьбы. Сам туман это неопределённость. И автомобиль в таких случаях остановится либо когда мы доберёмся до своей судьбы, либо когда мы доберёмся до конечной остановки. Но достигнув судьбы, главной цели, спустя время он снова продолжит движение уже к другой. Это всё понятно, но тут мне в голову закрался один простой вопрос. И я хочу задать его вам. А кто, собственно, водитель этого лимузина? Ну, очевидно, это Игорь, либо кто-то из резидентов, либо это сам Ю на руками. А может быть, нет. Обратите внимание, что любое появление в бархатной комнате здесь обыграно именно от первого лица. Самого Ю мы здесь не видим. Все резиденты смотрят строго в камеру. И я это вижу как очень тонкий пролом четвёртой стены. Всё это время водителем был игрок. Причём, водителем не только лимузина, но и, по сути, всей игры. Вот кто истинный мастер-майн, стоящий за всем этим. Именно игрок провёл Ю по дороге судьбы. Именно мы помогли понять героям эту мысль. Что, в целом, и так понятно, это наша задача, как игрока. Но все мысли, сказанные теми же резидентами бархатной комнаты когда-либо, больше были адресованы нам, как игроку. Плюс, за всю игру мы никогда не слышим мыслью от первого лица. Игра всегда указывает на то, что мы решили. На то, что мы сделали. Не Ю на руками. Игрок. Именно мы являемся водителями своей судьбы. Взяв в руки руль, мы сможем успешно доехать до остановки с нашим желанием и судьбой по этой скользкой и туманной дороге под названием жизнь. Обрести то, чего мы хотим и успешно продолжить движение. И остановка, которая ждет нас впереди, она далеко не конечная. Это и есть остановка той самой судьбы. И в том, что это именно она, а не конечная остановка, я уверен абсолютно точно, потому что Райан Гослинг не умер в конце драйва. Вот таким вот получился мой разбор Persona 4 Golden. Видос этот был дико сложным, поэтому буду рад любому активу в комментариях. Конечно, было еще много тем, которые я не успел упомянуть, как, например, дуальность Арканы Шута, которая присутствует и у Ю, и у Адачи, но это вы уже давайте как-нибудь сами. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом и желаю, чтобы у всех все было хорошо. Пока!